здравствуйте дорогие друзья 17 декабря день рождения замечательного детского писателя с творчеством которого мы вас уже знакомили это гело вазу грук как вы не знаете этого писателя но это же олег кургузов это один из его псевдонимов только читается наоборот видите какой автор веселый смешной солнечной и какие интересные у него псевдонимы приближается новый год кстати вы уже решили как будете его праздновать тогда специально для вас еще одна теплая сказка олега кургузова праздник по-африкански перед самым новогодним праздником в детском саду номер 25 состоялось собрание ребята обратилась воспитательница мари ванна к своим подопечным вы природу любите любим весело отвечают ребята а когда деревья рубит вам и жалко жалко кричат ребята молодцы говорит мари ванна и делает вывод значит елку для новогоднего праздника в лесу рубить не будем а вместо нее используем нашу пальму согласны ребят сразу пригорел нелись головы опустили конечно кому хочется водить хоровод вокруг пальмы который в катке растет но ничего не поделаешь ведь сами кричали что срубленных деревьев жалко стали ребята новогоднюю елку то есть пальму наряжать все как положено шары на нее навесили бусы прицепили ватным снегом припорошили а тут и дед мороз и снегурочкой пришли увидел дед мороз пальмовую елку и от изумления колени у него подкосились если бы стул вовремя не подставили рухнул бы дедушка на пол посидел дед мороз на стуле посидел да и говорит елки палки я возле африканского дерева новый год встречать не буду я лучше в лес навсегда уйду ребят как услышали слова деда мороза совсем опечалились а некоторые даже захныкали посмотрел дед мороз на такое всеобщее огорчение и не выдержала его добрая душа ладно говорит если у вас вместо елки дерево африканское значит будем встречать новый год по-африкански а как это по-африкански спрашивают ребята и кныкать перестают а вот так говорит дед мороз скидывает шубу шапку потом снимает с пальмы елочные бусы и себе на шее вешает пришлось ребятам раздеваться до трусов и бусы на шее нацеплять а снегурочка с воспитательниц марии ванны в купальный костюм переоделись и вместо сережек елочные шары куша привесили тут дед мороз к телефону подходит и в детсадовскую котельную звонит петрович говорит дед мороз кочегару поддай-ка жару мы новый год по-африкански встречать будем ну петрович и поддал жару через минуту лед на оконных стеклах растаял а еще через три минуты пальма зацвела обрадовались наверное африканской погодке ребята как увидели что пальма зацвела так вместе с дедом морозом снегурочка и воспитательницы марии ванны пляс пошли с новым годом кричат да здравствует африка и даже старую новогоднюю песню на новый манер стали петь в лесу родилась пальмочка в лесу она росла зимой и летом пальмочка зеленая была веселились они веселились и вдруг слышат как мария ванна кричит ребята ребята лето на дворе вокруг детского сада снег растаял трава зеленая выросла и даже ромашки с колокольчиками расцвели это детсадовский кочегар петрович такую жару развел а дед мороз испугался что зима вдруг закончится и быстрее кочегару петровичу звонит петрович петрович убери жар срочно только ребята выбежали на улицу только успели нарвать букеты ромашек и колокольчиков как трава стала и не им покрываться этот кочегар петрович жар скотельный убрал и обратно зиму вернул оделись ребята снова в свою зимнюю одежду и побежали по домам с букетами цветов родителей поздравлять вот такая невероятно африканская история случилась на новый год в детском саду номер 25 если вы не верите то можете зайти в гости к ребятам из этого детского сада у них до сих пор дома букеты ромашек и колокольчиков стоят поспешите а то цветы завянут вот такая теплая сказка олега кургузова с наступающим новым годом ребята всего вам доброго